Друзья, всех вас приветствую на своем канале Абедрим дома Светлана. Сегодня готовим шницель из фарша. Ну вообще шницель готовится из цельного, тонко нарезанного, отбитого мяса, любого мяса, говядина, телятина, мясо птицы, свинина, либо рубленый фарш. У меня фарш перемолотый на мясорубке через крупную решетку. Друзья, чем отличается шницель от мясной котлеты, до тем, что в мясные котлеты любая хозяйка добавляет ингредиенты, такие как лук, чеснок, кто-то хлеб, кто-то манную крупу, кто-то тертый сырой картофель, кто-то морковь, какие-то овощи добавляет. То есть там присутствуют другие ингредиенты, кроме мяса. В шницель же, кроме мяса, мы ничего не добавим. Но, конечно же, только специи. Соль, перец и у меня сухой базилик традиционно идет к мясу. Итак, у меня 500 грамм свиного фарша. Фарш нужно обязательно хорошенько отбить, поднимать на высоту 20-30 сантиметров и 15-20 раз силой прям кидать хорошо фарш отбить. Таким образом, фарш будет однородным, эластичным и при жарке наше изделие не будет ломаться. Итак, фарш у нас готов. Формую такие кружочки. Кладу вот в пакетик и скалочкой раскатываю. Шницель наш должен быть тоненьким. Формую вот такую и делаю. Формочку придаю нашему шницелю. Традиционно, конечно, в советское время, кто помнит, они были такими большими лаптями. И сверху еще глазунья выкладывалась с тушеной капусткой. Это было очень-очень вкусно. Но я выкладываю, делаю шницель размером со свою ладонь, чтобы удобнее с ним было работать. Поначалу немножко я помучилась 1-2 шницель, но потом приноровилась. Если мне было удобно, значит, в подготовленном льезоне обмазать наш шницель. Льезон у меня 2 яйца и столовая ложка воды, можно молоко. И для панировки сухари приготовила. После льезона нашу заготовку шницеля хорошенько обваливаем в сухарях. Сухари, панировку выбирайте сами, любую. Либо купите готовую панировку, либо сами приготовите панировку из сухарей. Итак, хорошенько обваляли, лишнюю панировку встряхнули. У нас разогревается уже масло. Шницель жарится в достаточном количестве масла, почти во фритюре. По 1-2 минутки до зарумянивания нашей панировки. Я подготовила противень, выкладываю туда обжаренные шницели. И минут на 10 я отправлю в духовку на температуру 180 градусов. Шницель готов. Хрустящая золотистая корочка. В серединке наш шницель сочный, мягкий, ароматное мясо. Но это очень вкусно. Подается с любым гарниром, с овощами. Я сегодня подаю с макаронными изделиями и с томатами. Всем всего доброго. Готовьте вкусные обеды своим любимым. Радуйте, разнообразьте меню. Будьте все счастливы и здоровы. Всем нам мира на земле. Всем пока. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий.